Доброе осеннее утро! Любимый город на часах 6.30. А это значит, этот новый день вместе с вами начинает самая ранее и самая оптимистичная программа на местном телевидении «Оранжевое утро». И в студии Дмитрий Шевелёв. И очаровательная несравненная Мария Рыбакова. Ну что, дорогие телезрители, мы вас на этой неделе постараемся порадовать самой актуальной и интересной информацией. Ну а самое главное, мы постараемся зарядить вас на всю трудовую неделю, ведь крепитесь сегодня понедельник. Да, сегодня понедельник, 9 сентября. Может быть, все те, кто-то уже проснулся, уже понял, что началась новая рабочая неделя. Может быть, кто-то ещё не ложился спать. В любом случае, дорогие друзья, мы с Дмитрием сейчас заявляем начало самого раннего конкурса в «Оранжевом утро», который так и называется «Ранняя пташка». Сегодня седьмой дозвонившийся по телефону 366666 получает от нас прекрасный вкусный подарок. Это будет пицца от пиццерии «Канта». Поэтому, дорогие телезрители, прямо вот сразу встали, взяли в руку телефонную трубку, набрали наш номер 366666, дозвонились, получили пиццу и, собственно говоря, день удался. И любви спать. И любви спать, как минимум. Всю прошлую неделю был дождь. Было ужасное, мне кажется, у всех настроение. Настоящая осенняя хандра. Ну а что приготовила нам погода сегодня, мы узнаем прямо сейчас. У нас гороскоп и прогноз погоды в «Оранжевом утро». Поехали! Овны. День обещает быть сложным. Хотя вы без труда находите общий язык с окружающими. Да и к вечеру звёзды всё же обещают отличное настроение. Тельцы. День в целом складывается хорошо. Вы находите способ побаловать себя и тех, кого любите. К тому же, отлично проходят вечеринки. Обязательно повеселитесь вечером. Близнецы. Для вас сегодня неоднозначный день. С одной стороны, он обещает успехи в работе, прогресс в важных делах. С другой, приносит некоторые сомнения. Раки. Важно не сопротивляться естественному ходу вещей. Не пытаться во что бы то ни стало реализовать свои планы в их первоначальном виде. Ведь обстоятельства явно требуют их коррекции и переосмысления. Львы. День благоприятен для новых знакомств и встреч с людьми, которых вы пока плохо знаете. А также для творческих экспериментов в самых разных сферах. Девы. Может быть непросто довести до конца дела, начатые ранее, а вот некоторые начинания окажутся успешными. Но будьте бдительны. Не стоит договариваться о длительном сотрудничестве с кем бы то ни было. Весы. Сегодня планы, которые вы строите на этот день, обязательно будут осуществлены. Даже невзирая на то, что вы слишком часто выдаёте желаемое за действительное. Скорпионы. Даже если обстоятельства сложатся не самым благоприятным образом, вы добьётесь своего. Упорство и жизненной энергии вам не занимать. И нет таких проблем, решения которых вы бы не нашли. Стрельцы. Именно вторая половина дня сложится значительно удачнее. Потратьте это лёгкое и приятное время для того, чтобы провести его с близкими людьми и посвятить делам, которые вам интересны. Козероги. Сегодня наберитесь терпения. День не подходит для решения сложных задач. Вам трудно увидеть ситуацию в целом и найти оптимальный способ преодоления всех трудностей. Водолеи. Не отказывайтесь от посещения светских мероприятий сегодня. Ведь они не только поднимут вам настроение, но и помогут получить информацию, в которой вы нуждаетесь. А ещё сегодня вероятны значительные денежные поступления. Рыбы. Этот день откроет новые возможности для профессионального роста. Представители знака смогут упрочить свои профессиональные позиции и завязать новые знакомства. Всем доброго утра. О погоде расскажу вам я, Виктория Фатхудинова. Владимирский хлебокомбинат поздравляет всех первоклассников с началом новой учебной жизни и приглашает с 1 по 10 сентября за подарками в сеть своих фирменных магазинов, а также принять участие в творческом конкурсе «Колобок». Сегодня дожди успокоятся. День обещает быть малооблачным, без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Днём температура воздуха прогреется до 16 градусов, а вот ночью прохладнее 11 градусов со знаком «плюс». Атмосферное давление составит 749 миллиметров плотного столба. Влажность воздуха днём 58%. Пусть на улице не совсем благоприятная погода, но ведь тепло, уют и хорошее настроение мы создаём сами, на своём рабочем месте или же дома. Так что всё зависит только от каждого из нас. Поэтому желаю вам больше улыбаться, и тогда день заиграет яркими красками. Ну а утро станет, как всегда, оранжевым. Всем доброе утро! Мы напоминаем, что с вами самая ранее оптимистичная программа «Оранжевое утро» в студии Дмитрий Шевелёв. И Мария Рыбакова. Очаровательная, несравненная, самая красивая после... После... Самая красивая. Самая красивая, бесспорно. Итак, у нас есть ранняя пташка. Доброе утро, самый ранний телезритель. Доброе утро. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста. У меня зовут Лилия. Лилия, рада вас слышать. Потому что я помню ваш прекрасный голос. Как ваше настроение? Замечательное. Как осенняя погодка? Вас радует или не очень? Ну, вполне. В любую погоду можно радоваться. Ну, судя по прогнозу, всё должно наладиться. И бабье лето не за горами. Да. Лилия, расскажите нам, как начинается ваш понедельник? Вот проснулись первым делом, что сделали? Ну, конечно, не во всех подробностях. Вот сейчас я подошла к щенку. Мы зовем щенка. Ой, мы вас поздравляем. Похвастайтесь. А как его зовут? Весело. Бонни. А что за порода? Похвастайтесь. Её шутки-терьер. Ой, прекрасно. Маленький, хорошенький Бонни. Мне кажется, у Бонни сегодня есть обед. Бесспорно. Да. Лилия, мы вас поздравляем. Вы наша самая ранняя пташка. И вы, конечно же, получаете приз от нашего вкусного спонсора пиццерии Канта. О том, как его получить и забрать, вам объяснит наш администратор. Мы же желаем вам удачного дня и начала рабочей недели. Спасибо большое. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. Лилия, Мария, вот сегодня... Мария, ну что так официально? Маша. Маша, просто Маша. Машуля. Просто Маша. Сегодня понедельник. 9 сентября. 9.09. На этой неделе пятница 13. Мы шестой канал. К чему я все это говорю? К чему все это говорим? Действительно, друзья, задумывались ли вы о том, как часто и как много цифр нас с вами окружает постоянно, да? Кто-то приписывает им какие-то магические свойства, у кого-то есть счастливые числа, у кого-то есть какие-то несчастливые числа, номера домов, номера телефонов, пин-коды, номера карт. Я не знаю, можно бесконечно перечислять все эти возможные объекты, в которых есть цифры. Поэтому мы решили сегодня поговорить как раз о числах и о цифрах. Точнее, об их магии. Магии чисел. Числа нас действительно окружают повсюду. Поэтому, дорогие телезрители, вот вам шесть цифр. 36, 66, 66. По этому номеру нужно звонить к нам в студию, чтобы отобрать у оранжевого утра наши замечательные призы. Во-первых, разрешите вам представить моего нового коллегу. Это доска. И теперь, я не знаю, это она или он, кто это. Ну, ты имя ему придумай. Боня. У нас есть доска Боня, как одному моего знакомого Ершинского терьера. И теперь эта доска будет каждое утро с нами в прямом эфире. На ней мы будем писать, рисовать, объяснять, показывать. Можно пока первый рисунок? Итак. Дорогие друзья, совсем недавно Владимир Путин в одной из школ нашей страны нарисовал на доске кота вид сзади. Ну, а чем оранжевое утро хуже? Прекрасно. Вид сзади. И только потому, что Путин позволил себе сделать такой рисунок, Дмитрий, сейчас вам разрешили сделать такой же. Вы же это понимаете? Спасибо. Спасибо, Маша. Итак, объявляй конкурс. К чему доска? Итак, дорогие телезрители, вы должны нам дозвониться по телефону, который мы уже объявили. 366666. И сегодня вы должны угадать цифру. Магия числа, вы должны угадать цифру. Я рисую цифру, пишу цифру. От одного до десяти? От одного до девяти. От одного до девяти. У вас две попытки, чтобы угадать эту цифру. Если вы угадаете с двух попыток цифру, вы получаете наш приз. Это вкусный подарок от пиццерии Канто. Пиццерия Канто – это европейская и японская кухня, а также бизнес-ланч. И к этому призу мы добавим, внимание, два билета на матч-легенд. Согласна, я с вами полностью и поддерживаю. Поэтому, друзья, дозванивайтесь к нам в студию и обязательно участвуйте в нашей оранжевой викторине. Тем более, что сегодня задание, по-моему, на интуицию скорее, да, а не на какую-то логику, без бага. Да, ну что же, говоря о цифрах, конечно, мы не можем обойти чудесное число 13. И, кстати, мы с Дмитрием сегодня говорили о том, что в группе шестого канала ВКонтакте какое количество участников? 664 участника. Дорогие телезрители, внимание, мы шестой канал. Конечно, некоторые скептически относятся к цифре 666, но... Но мы решили, что это определенный наш символ, поэтому буквально если вы станете 666-м участником нашей группы ВКонтакте, мы, кстати, сегодня обязательно подарим вам приз. Сейчас Дмитрий, используя свою новую интерактивную подругу Боню, указывает вам, каким образом вы сможете это сделать. Дорогие телезрители, vk.com slash 6tv33. Вот в этой группе находится вся информация о нашей великолепной программе, о всем выпуске, все конкурсы и все-все-все можно найти в этой группе. И, как мы уже сказали, там 664 человека. Ну, а у нас уже есть первый звоночек. Доброе утро. Алло. Алло. Доброе утро. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лариса. Лариса, очень приятно. Лариса, как у вас с числами, с цифрами отношения складываются? Верите вы в их магию? Ну да. Я очень люблю пятницу, 13-й, понедельники и все нечетные числа. Мне всегда везет. Кстати, ведь на этой неделе будет как раз пятница, 13-й, поэтому, Лариса, у вас явно будет удачная пятница. Да, и у всех моих окружающих точно. Бесспорно. Вы участвуете в нашем конкурсе? Давайте попробуем. Давайте. Лариса, можно еще один вопрос? Какое у вас любимое число? 13. А, понял. Это логично. Итак, Лариса, я пишу число, цифру от 1 до 9. Не видно, да? И вы должны ее угадать. У вас две попытки. Итак, я убираю маркер, все по-честному. Итак, ваша версия. Лариса, попытайтесь угадать. Что это за число у вас сейчас, Дмитрий? 8. Нет. Первая попытка нет. У вас еще одна попытка, Лариса? Меньше. Я как в школе. Больше, меньше. Ну, уже смелее. Три. Почти. Вы были ровно посередине. Это число 5. Кстати, это мое любимое число. Да. Но надо узнать. Ну, что же делать. Лариса, ну, вы не расстраивайтесь. Обязательно дозвоните к нам еще. И, кстати, мы желаем вам отличного дня и хорошего настроения. Спасибо большое. Вам большое спасибо за звонок. Я уверен, если ничего страшного, звоните нам еще. Ну, и, конечно, звоните нам в пятницу 13-го. Бескорно. Кстати, сегодня это какое-то мое любимое слово. Я уже сказала его четыре раза. Кстати, говоря о пятницу 13-го, нельзя упомянуть тот факт, что действительно у многих есть абсолютно четкое ощущение, что это число приносит неудачу, ну, а в пятницу оно приносит неудачу вдвойне. Кстати, например, если говорить об итальянцах, то они не верят в пятницу 13-е, а верят в пятницу 17-е. Для них это считается самым счастливой датой. Что касается, например, в Греции, то они боятся не пятницы 13-го, а вторника 13-го числа. Опять же, что совсем нетипично, например, для нашего государства. В любом случае, как показывал, как сообщает один источник, а точнее один исследовательский центр в Нидерландах, оказывается, что в пятницу 13-е как раз-таки происходит меньше всего аварий, и люди более бдительно смотрят по сторонам и вообще относятся к тому, что их окружает и к тем действиям, которые они совершают. Ну, правда, мне кажется, это все на самом деле просто то, как ты сам себе это представляешь. То есть если ты ждешь проблем в пятницу 13-е, значит, они будут. Не ждешь, значит, у тебя будет лучший день на свете. Лучший день на свете. Еще один небольшой факт про пятницу 13-е. Военные силы Великобритании, не знаю в каком году, но был такой корабль, он назывался «Пятница 13-е». Этот корабль был спущен на воду, он отправился в плавание в пятницу 13-го, и больше этот корабль никто не видел. Я думаю, что на этой оптимистичной ноте я сейчас предлагаю, друзья, узнать, что же интересного в истории произошло в этот день не в пятницу 13-е, а 9-го сентября. У нас рубрика «Календарь». 9-го сентября 1956 года Элвис Пресли впервые появился на американском национальном телевидении. Впоследствии этот американский певец и актер станет одним из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки 20-го века. В этот день в 1989 году на отечественном центральном канале впервые вышла в эфир телепередача «Счастливый случай. Семейная викторина», бессменным ведущим которой являлся Михаил Марфин. В каждой игре принимали участие две семейные команды, состоящие из четырех человек. Обычная игра состояла из пяти геймов, а победителем становилась команда, набравшая большее количество очков. 9-го сентября 1913 года русский военный летчик Петр Нестеров впервые выполнил фигуру высшего пилотажа «Мертвая петля». Сама же идея «Мертвой петли» зародилась у Нестерова еще когда он был учеником гатчинского авиационного отряда. 43 года назад в этот день был начат выпуск автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули». Более известный всем как «Копейка». Это легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. В итоге ВАЗ-2101 оказался маленьким шедевром. Ни до, ни после «Копейки» таких долговечных автомобилей наши сборщики создать не смогли. За выпуск данной модели в мае 1972 года Волжскому автомобильному заводу была вручена международная премия «Золотой Меркурий» в своеобразный «Оскар» европейской торговли. День ангела сегодня празднует Михаил, Владимир, Анфиса. Еще раз всем доброе утро. В эфире «Оранжевое утро». Сегодня наша тема «Магия чисел». Мы сегодня обсуждаем загадочный таинственный мир цифр. Итак, сегодня мы предлагаем вам такую викторину. Вы звоните к нам в студию по телефону 366666. И пытаетесь угадать цифру от 1 до 9, которую я нарисую на доске. Но сейчас на ней кое-что другое. Здесь надпись «Как я провел лето». Уважаемые телезрители, в нашей группе ВКонтакте, все в той же социальной сети мы объявляем фотоконкурс «Как вы провели лето». Был создан специальный альбом, куда вы можете вкладывать свои фотографии. И тот фотоснимок, который наберет наибольшее количество лайков, сердечек, «Мне нравится», как кому приятнее мнение и комментариев, получит наш приз. Мы подведем результаты в конце сентября. И победителя пригласим прямо к нам в студию, вот на это кресло, где он может что-нибудь нарисовать, ну и, конечно, получить наш подарок. Получить подарок, конечно, и рассказать нам из первых уст, как он провел это лето. Ну, а у нас есть первый звонок. Точнее, господи, он же уже не первый. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Елена. Елена. Рада вас слышать, Елена. Как ваше настроение в это понедельничное утро? Хорошее. Хорошее? Елена, вот раз мы так у всех начали спрашивать, какое у вас любимое число? Любимое 9. А почему 9? У вас с этим связаны какие-то, может быть, истории из жизни? Или как-то так вот получилось? Или в дате рождения? Нет, просто вот нравится это число. Ну, почему бы и нет? Итак, Елена, мы предлагаем вам викторину. Вы должны проявить свою интуицию и угадать, какую цифру я сейчас нарисую. Я изображаю. У вас две попытки. Елена, можете начинать угадывать. 9. Нет, меньше. Не все так легко. 7. Нет. Елена, это цифра 2. Самая ненавистная оценка в школе была, мне кажется. Ну, почему же? Нет у кого-то. Я иногда мечтал о таких оценках. Елена, спасибо вам большое за утренний звоночек. Удачного настроения. Пусть число 9 вам всегда приносит удача. И вам. До свидания. До свидания. Хорошего вам утра. Кстати, говоря о магии чисел, и, например, если рассматривать ее связь и связь у известных людей с какими-то особенными ассоциациями, а как известно, люди известные, они такие достаточно суеверные, то, например, для Эдиты Пьехи знаковыми числами являются числа 1, 3 и 7. И если проследить ее биографию, да, один источник пишет о том, что певица родилась 31.07, дату я не буду сейчас озвучивать, но там тоже есть числа 7 и 3. Она проживала в доме номер 37, потом она проживала в комнате номер 13, у нее была квартира номер 31, далее ей три раза отказывали в получении звания народного артиста Советского Союза и подписали ей это звание только 13 октября. А на 31 году выступления на сцене у нее также случилось не очень приятное событие. В любом случае, видимо, действительно есть определенные числа, которые сопровождают нас всю жизнь. Маша, расскажи, у тебя какое любимое число? У меня любимое число, почему-то, кстати, тоже нечетное, тоже 5. Но я предполагаю логику, почему и у тебя, и у меня это одно число, потому что эти числа присутствуют в результате нашего рождения. Логика железная. Ты меня раскусила. Кстати, если говорить опять же о числах, есть, я думаю, все читали или, может быть, слышали о магическом числе для дома Романовых, для семьи Романовых, 17, который связывает как раз-таки с годом революции, с годом встречи с Распутиным и так далее и тому подобное. Поэтому есть отдельные исследования даже научные. Ну, уважаемые телезрители, если честно, вот я, правда, немного проголодался, поэтому прямо сейчас вам предлагаем вместе с нами позавтракать, а после продолжим беседу. Джулия Новорс – эксклюзивная мебель для кухни, гостиной и ванной комнаты. Джулия Новорс создает оригинальное жизненное пространство кухни для успешных, целеустремленных людей. Джулия Новорс – стремление человека к самовыражению и высокому качеству жизни. Джулия Новорс – индивидуальный подход к каждому клиенту, чтобы обрести в нем нового друга. Доброе утро! Сегодня мы с вами вновь в мебельном центре «Магия» эксклюзивном партнере торговой марки Джулия Новорс во Владимире и Владимирской области. И сегодня у нас будет с вами итальянский завтрак. Сегодня мы с вами делаем пиццу. Пиццу, почти традиционную, мы добавим немножко акцента из Франции. Что нам понадобится для этого? Нам понадобится, мы взяли уже готовое тесто, в магазине купили, чтобы не тратить особо времени на раскатку теста вручную дома, потому что времени с утра всегда мало. Итак, для приготовления маргариты нам понадобится с вами базилик, томаты. Сейчас мы с вами их надрежем. Ножи используйте всегда острые, чтобы кусочки получались тоненькие. Берегите пальцы. Кстати, эта пицца понравилась жене итальянского короля не просто так, потому что она имеет цвета как раз-таки итальянского флага, то есть красные томаты, зеленый базилик и белая моцарелла. Так, помажем на нашу пиццу немного нашего соуса. Если брать традиционную маргариту, то там не используются нарезанные томаты и не используется наше секретное сегодняшнее оружие. Мы его одолжили у французов. Это прованские травы. Прованские травы содержат в себе множество разных душистых трав, которые выращены в Провансе, это район Франции. Что в него входит? В основном это базилик, сушеный розмарин, тимьян, перечная мята и так далее. То есть они не содержат перцев, не содержат соли. То есть очень хорошо проявляют аппетит. Так, нарезаем тоненько нашу моцареллу. Моцарелла – это традиционный сыр, который используется в пиццах Италии, но также используют и другие виды сыров, всяческие твердые, мягкие, различные. Итак, выкладываем наш сыр на пиццу в хаотичной порядке, выкладываем сверху помидорки, и осталось только перец и немного соли. Теперь нам понадобится противень, в который мы выложим пиццу. Итак, отправляем нашу пиццу на противень. Последний штрих – мы добавим немножко листьев базилика зеленых, вот так вот рвем их, не боимся, их не нужно резать, прям целиком их кладем, они добавят аромат нашей пиццы. Традиционно пицца печется в Италии в огромных печах с феррами, где огонь скапливается именно в центр, и там на это уходит очень мало времени, порядка двух минут. Мы же будем с вами печь нашу пиццу 10-15 минут, в зависимости от того, кто только по улюбит степень поджарности стыра, так отправляем его в духовку. Кстати, нашу духовку мы выставили на 180 градусов. Итак, наша пицца готова, пойдем ее доставать. Итак, наша пицца получилась отлично, в студии у нас тут стоит безумный аромат, оператор уже готов бежать сюда и все есть, так что я думаю, это будет прекрасный завтрак для вас и ваших близких. Приятного вам аппетита и хорошего дня. Для приготовления пиццы Маргариты вам понадобится готовая основа для пиццы, 1 помидор, 1 головка сыра моцарелла, 3 столовые ложки томатного соуса или рубленных томатов, щепотка смеси прованские травы и соль и перец по вкусу. Приятного аппетита! Дорогие телезрители, мы надеемся, что вам тоже сразу после вот такого замечательного сюжета, вкусного сюжета захотелось покушать. И как один из вариантов мы предлагаем вам позавтракать. Вот, например, у нас есть вкусные бублики от нашего спонсора Владимирского хлебокомбината. Владимирский хлебокомбинат – это один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции в центральном регионе. И главным достоинством этого предприятия является сохранение традиций и совмещение с инновациями. То есть это дань традиции и современные инновации. Подход современный ко всему. Ну и самое главное, что Владимирский хлебокомбинат – это более 130 наименований вкуснейшей продукции. Поэтому, уважаемые телезрители, если хотите, хочется покушать, я думаю, вы уже поняли, чем можно покушать. Владимирский хлебокомбинат. Кстати, вот еще немного информации о пицце, которую только что мы готовили в быстром завтраке. Между прочим, было проведено исследование, в котором среднестатистический европеец в год съедает более 300 килограмм пиццы. Это среднестатистический любой европеец? Ну, так показывают, в частности… Мне кажется, итальянцы… А вот итальянцы съедают еще больше. В данном случае, как говорят исследования, где-то во всем мире за сутки съедается более 500 миллионов пицц различных форм и размеров. А самую большую пиццу испекли, не поверишь, где? В Южной Африке. Можно сказать, в России? Нет, она была диаметром 37,5 метра. Выпыкли ее в 1990 году в гипермаркете города Норвуд. А самая дорогая пицца в мире стоит 1000 долларов. Пицца, украшенная стразами Сваровски. Я подумал, что пицца, которая самая большая, в 90-м году, мне кажется, ее до сих пор доедают. В гипермаркете в Южной Африке. А у нас есть звонок, по-моему. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Елена. Елена. Елена, здравствуйте. Как ваше настроение в этот понедельник? Ну, пока еще не по диспорту. Как насчет того, чтобы отобрать у нас подарки? Замечательно, я только буду рада. Вот так. Итак, условия, конечно же, просты. Дмитрий пишет число от 0 до 9. Вы должны угадать это число, поэтому слушаем вашу интуицию и вас. Итак, Елена. 8. Еще разочек. 8. 8. Не угадали. Нет, меньше. Больше. В смысле? 9. Так, Елена, а вас Маша ввела в заблуждение. Она имела в виду, что 8 больше, чем число, которое написано. Поэтому 9 мы не слышали. Тогда 1. 1? 1. Даже не знаю. Мы вас поздравляем. Вот это интуиция. Это мне сын подсказал. Ничего себе. Значит, у вашего сына отличная интуиция. Значит, наш вкусный подарок. Уходит к вам. Поздравляем вас. Вы уже обеспечили себя сегодня прекрасным обедом, может быть, даже еще и завтраком. Большое вам спасибо. Елена, мы желаем вам удачного дня, хорошего настроения. Кстати, подождите, а как вы относитесь вообще к цифрам, к числам? И есть ли у вас какое-то любимое магическое число? Ну, у меня, как бы было ни странно, цифр 13 счастливое число в последнее время. Елена, я вам хочу сказать, что у вас теперь цифра 1 счастливое число. По крайней мере, оно вас прокормит на сегодняшний день. Спасибо большое. До свидания. Вам спасибо за звонок. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Ну, а если говорить о вообще каких-то самых знаковых и известных числах, то... Я хочу... А можно я... Давай я расскажу тебе о числе Пи. Давай, расскажи. Во-первых, кстати, когда я готовлюсь к передаче, я узнал, что число Пи есть в аудиоформате, то есть оно набрано на пианино с помощью нот. Также есть исполненное число Пи, но так как оно является бесконечным, то, мне кажется, это самый длинный в мире трек. Итак, число Пи. Во-первых, оно и так рисуется? Как-то вот так, да? Как-то вот так. Все мы помним из уроков школьных, тем более, если кто-то в ВУЗе учится, где дисциплина математики являются основными, я думаю, с этим числом сталкиваются очень часто. Если же, например, его сейчас Дмитрий запишет именно... Ты уверена? Да, так как это должно быть, то это получится... Даже, я не знаю, первые сто знаков-то, наверное, вряд ли у него влезут. Ну, до конца передачи еще много времени. Достаточно, достаточно времени. Пока Дмитрий пишет число Пи, я расскажу вам, например, о числе Google. Это совсем не связано со всеми известной поисковой системой в интернете, а действительно существует такое число Googleplex, которое представляет собой 10 в степени Google. Если сравнивать и приблизительно попытаться сориентироваться, сколько же там нулей после запятой, то, так сказать, я получил такой философский ответ в интернете, если всю вселенную наполнить и листами бумаги, и на каждом из этих листочков написать ноль, то это окажется ровно половина числа Google. Слушай, прям действительно философский. У него стала рука уже писать число Пи. Ну, мы все привыкли, конечно же, да, вот именно к этой. Да, 3,14. А у нас есть звоночек. Алло, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь. Антон. Антон. Антон, а почему так серьезно этим утром? Ну, как, вот так вот. Ну, я согласен, ну, надо готовиться туда в неделю, поэтому, на самом деле, правильное настроение. А как начинается ваш день, Антон? Расскажите нам немножко. Хорошо, нормально. Вы уже покушали, позавтракали, кофе выпили, чай? Кофе попил, да. Зарядило вас кофе настроение? Конечно. Или эти замечательные ведущие, раньше вы утро, зарядили вас хорошим настроением? Вы тоже очень работаете, да, настроение по-другому. Антон, а расскажите, у вас любимое число есть? Шестерка. Шестерка. Правильный ответ. Правильный ответ. Что оно принесет вам удач? Неплохо, Маша, неплохо. Ну что, Антон, давайте попробуем сыграть в нашу сегодняшнюю оранжевую викторину. Вы должны угадать число от единицы до девяти. У вас две попытки. Угадайте, получите наш подарок. Все просто. Шестерка. А он еще не написал, подождите. Подождите, Антон. Спрячь, спрячь. Давайте вот... А ведь можно угадать, что я рисую, мне кажется. Давайте вот так. И другичней. Нарисовал. Такая страшная цифра получилась, но я готов. Итак. Четыре. Нет. Еще одна попытка у вас. Шесть. Нет. Это, видимо, восемь, я так понимаю. Или бесконечно, собственно, как-то смотреть. Число пи, в общем, у нас. Антон, вы не угадали, но не расстраивайтесь. У нас оранжевая викторина каждое утро и пицца у нас каждое утро. И, кстати, два билета на футбольный матч «Легенд», который состоится на стадионе «Торпедо», в котором примут участие все самые известные футболисты команды «Спартак» и «Торпедо». Торпедо тоже ждут вас в оранжевый викторине. И если, опять же, возвращаясь к числам, вот мы поговорили о числе шесть, которые нас связывают с негативной, скажем так, прямо магической силой, то, например… Отличный у нас канал, Мария. Да, то, например… А мы, наоборот, развеем это. Согласен. То, например, число семь по всем статистическим исследованиям является самым счастливым числом в мире. Ну, то есть люди реально полагают, что именно это число приносит удачу. Семь дней недели. Так. Семь… Ну, это не совсем хорошо, но почему бы нет? Семь грехов есть. Как минимум. Семь… Дней творения мира, например. Ты сегодня прямо просто философствуешь. Семь цветов радуги. Семь музыкальных нот. Дореми фасоля си. То есть в любом случае, видимо, статистика говорит о правде. Ну, я согласен. Семь действительно это какое-то счастливое число. Видимо, что-то с этим где-то уже на каком-то подсознательном уровне у людей связано, что семь – это вот мое число. Да, и еще, кстати, одно из самых известных магических чисел – это золотая середина или золотое сечение. Это величина, равная приблизительно 1,6, в общем, бесконечное количество цифр. И оно описывает универсальное совершенно… ну, то есть это определенное универсальное совершенство, скажем так. Действительно оно существует или нет. И говорят, что как раз-таки в работах Леонардо да Винчи это число, то есть это как раз-таки золотая середина или золотое сечение присутствует. Ты сейчас хочешь написать это? Нет, я сейчас хочу подвести к нашей следующей рубрике. Итак. Итак, я немного добавлю оформление этой рубрики. Так, Мария, я почти. Мария, не смейся, я все прилично рисую. Дорогие друзья, я хочу вам сказать о том, что действительно в нашем оранжевом утре я не могу не восхищаться работой этого замечательного, талантливого моего коллеги. Уважаемые телезрители, картина маркером. Стоит она недорого, поэтому звоните нам 366666, играйте викторину и покупайте мои картины. Каждое утро оранжевым утром. Ну, а сейчас мы хотели бы вам напомнить о том, что вчера в воскресенье прошел единый день голосования. В нашей стране этот единый день выборов, он прошел более чем в 7 тысячах регионов, в том числе и в Владимирской области состоялись выборы губернатора области и, соответственно, законодательства. законодательного собрания. Наши коллеги из новостей 24 не спали всю ночь для того, чтобы вас, дорогие друзья, оповестить и поделиться с вами самыми актуальными сведениями по поводу выборов, которые прошли в Владимирской области. Поэтому сейчас предлагаем посмотреть сюжет именно об этом. Единый день голосования. 80 регионов страны, больше 7 тысяч выборов различного уровня. И впервые за 10 лет в 8 регионах России проходят всенародные выборы главы, в том числе и во Владимирской области. В воскресенье, 8 часов утра. По официальным данным, все избирательные участки Владимира открылись вовремя и без нарушений. Дом офицеров, члены избиркома и наблюдатели на рабочих местах. Списки избирателей заверены и опечатаны. Сейф с бюллетенями под охраной. Урны, согласно инструкции, опечатывают. Все ящики пусты. Эти ящички нужны для того, чтобы голосовать вне помещения для тех, кто болит или находится на инвалидности. Все убили, что ящички пусты. Мы тогда их уберем одноразовыми кровами. Все было подготовлено. Все... То есть мы наблюдали, как все... Все было прозрачно, все честно. Кто-то спешил выполнить гражданский долг, кто-то торопился отправиться на дачи. На участке в Доме офицеров по спискам больше тысячи избирателей. Представители участкового избиркома рассчитывают, что явка на выборах губернатора и депутатов областного парламента 6-го созыва будет высокой. Но надежды эти не оправдываются. Выборы губернатора – это очень значимое событие для нашей области. Наконец-то новая волна, новое веяние. И я думаю, что люди в этом плане будут очень активны. Я уверена, что больше 50% к нам придут на участок. Дворец творчества юных. 9 утра. Глава администрации Владимира Андрей Шохин голосует. За кого он отдал свой голос, конечно, осталось тайной. Лишних не брешь. Только свои. Каждым годом жизнь в городе должна улучшаться. И вот эти каждые выборы, они должны быть направлены на это. И каждый, кто идет на выборы, должен не только обещать, но и исполнять. Часом позже, в 10 утра, отдать свой голос на избирательный участок пришла и в Рио губернатора Светлана Орлова. В сопровождении главного полицейского города. А вот спикер ЗС Владимир Киселев голосовал недалеко от дома, в 46-й школе. Я думаю, что губернатором нашей области станет Светлана Юрьевна Орлова. На нашем округе, наверное, победу держу я. А из партии «Единая Россия». Конечно, да. Вот только без скандалов и разбирательств все равно не обошлось. Уже в ходе голосования выяснилось, что в бюллетене вкралась ошибка. То ли по злому умыслу, то ли из-за невнимательности эмблема партии «Гражданская позиция» была отзеркалена. Из-за чего партийный логотип стал почти в точности похож на эмблему партии с очень похожим названием «Гражданская платформа». При учете, что у лидеров списка этих партий одинаковая фамилия, это могло повлиять на результаты выборов. С ошибками избирком мы уже сталкивались по ходу всей своей избирательной кампании. При всем уважении, да, мы давайте определим роль этой областной избирательной комиссии в данных выборах. Если они, в принципе, за это отвечают, тогда пускай отвечают перед судом и перед гражданами, и перед теми партиями, которые в этом плане участвуют. Скандал подхватили многие федеральные СМИ, а наша область вновь стала примером грубых нарушений выборного законодательства. ЦИК оперативно отреагировал на жалобу, и теперь обл. избиркому предстоит недельный срок выявить виновных в ошибке. Нам поручено в срок до 17 сентября провести служебное расследование по данному факту, выяснить, как и при каких обстоятельствах подобное могло произойти. В любом случае я не снимаю с себя ответственности, как председатель областной избирательной комиссии. Обязательно выясним, как это произошло, и постараемся сделать все возможное для того, чтобы подобного больше не повторилось. Лидер гражданской платформы Михаил Прохоров уже заявил, что партия намерена через суд добиться отмены итогов выборов в ЗС по партийным спискам и проведения перевыборов на территории Владимирской области. В случае подобного развития событий, Вадиму Минаеву, вероятно, придется покинуть свой пост. Но, тем не менее, выборы 8 сентября признаны действительными. По официальным данным, лидерство на пост губернатора Владимирской области за Светланой Орловой. Ее результат 75,05%. Ближайший преследователь – коммунист Антолий Бобров. 10,5%. Третье место за либерал-демократом Владимиром Сипягином. 3,87%. Идущий четвертым директор юридического института ВЛГУ Вячеслав Картухин набрал 2,38%. Аркадий Колесников, выдвинутый региональным отделением партии «Правое дело», набрал 1,92%. За Бориса Анчугина проголосовало 1,77% избирателей. Замыкает список Игорь Шубников с 1,58% голосов. Что касается выборов в законодательное собрание Владимирской области, то здесь без неожиданностей. Первенство за партией «Единая Россия». Ее результат – 44,88%. Второй стала партия КПРФ, которая набрала 13,66%. В законодательном собрании будут представлены и две парламентские на сегодняшний день партии – ЛДПР и «Справедливая Россия». В одномандатном округе номер 16 города Владимира в лидерах – Анна Кочеляева, которая набрала 51% голосов. В 17 округе наибольшее количество голосов за действующим председателем ЗАГС Собрания Владимиром Киселевым. Его результат – 63,64%. 18 округ в законодательном органе должен представлять по мнению избирателей Алексей Русаковский, который набрал 36,84% голосов. В 19 округе по предварительным итогам – лидер Игорь Першин. Его результат – 53,87% голосов от общего числа проголосовавших. Дорогие телезрители, а у нас случилось прямо сейчас, и это абсолютная правда, это не шутка, мистическое какое-то просто происшествие. На часах было 7,07, 06. Дурацкое число, согласен. У нас, правда, у нас выключился свет в студии. Мы с Машей слегка испугавшись. Маша, конечно, больше нет. Я сижу такой спокойный. Да, Маша, ну что ты сейчас все будет в порядке. У нас отличная команда, ребята все исправят. В 7,07, 07, включился свет. И мы спокойно дальше смотрели сюда. Да, поздравляем вас с тем, что выборы состоялись в нашем регионе. Результаты, скажем, ошеломительные. Мы поздравляем Светлану Юрьевну Орлову с таким отличнейшим процентным отрывом от всех остальных. И я, честно говоря, уже давно не помню, чтобы кандидат набирал такой большой процент. То есть такой был разрыв. Серьезный результат. Да, мы поздравляем вас, дорогие друзья, с тем, что... Ну, с тем, что вчера мы сделали свой выбор. Свой выбор, да. Ну, а свой выбор сделайте сейчас вы. И это будет выбор в пользу оранжевой викторины. Алло, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Елена. Елена. У нас сегодня прямо день Елен. Елена, расскажите нам... Елена, расскажите, у вас есть любимое число? Вот вы не поверите, я родилась 13 сентября. Тогда мы вас поздравляем с почти наступающим днём рождения. У вас, кстати, да, оно в пятницу на этой неделе будет? Да. Ну, я думаю, оно должно стать еще и счастливее. Я согласен. Звоните нам обязательно в пятницу, мы вас в прямом эфире с удовольствием поздравим. Ну, а сейчас готовы вам... Написать. Попробовать отдать наши подарки, если вы угадаете цифру от 1 до 9. Хорошо, я попробую. У вас две попытки. Все, можете угадывать, уже Дима написал. Троечка. Браво! Ну, мы вас поздравляем, это правда, с первой попытки. У вас не сегодня день рождения, случайно? Как-то вам везет слишком, Елена? Да вы знаете, мне по жизни всегда везет на циферку 1 и 3. Ну, на самом деле, поэтому я и выбрал цифру 3, потому что я подумал, что 13-го нарисовала цифру 3, поэтому вас поздравляем. Мы вас поздравляем с днём рождения, с отличной интуицией, с тем, что действительно эти числа чудесные приносят вам удачу. Спасибо большое, и вам удачи. Всего хорошего, удачного вам дня. Спасибо вам за звонок. Кстати, согласно Пифагору, число 5 приносит удачу, и вообще оно является определённым символом совершенства человеческого микрокосмоса. И хочу заметить, что у меня в дате рождения это число присутствует, и у Димы присутствует это число, поэтому вот так нескромно мы сейчас делали себе комплимент. 5 февраля и 15 февраля. 15 февраля, опять же. Как ещё долго. Не то, что у Елены. Да. Через несколько дней. Согласна. Ну, так сказать, а какие числа приносят удачу жителям города Владимир? Да. И, кстати, немного о выборах расскажу я, на чего уж там в рубрике «Ваше мнение» прямо сейчас. Доброе утро, Владимир. Сегодня я расскажу вам про выборы и про магию чисел. Это рубрика «Ваше мнение». Поехали. Привет, скажи, а какое твое любимое число? 10. А почему? Потому что это мой возраст. Скажите, какое у вас любимое число? 4. А почему? Объясните. За кого вы голосовали? За никого. Скажи, какое твое любимое число? 9. Почему? Диавольская. А вот вам немного автомобильной магии чисел. Диавольская. Каждый день выборов он приходил сюда и смотрел вдаль. Он думал о будущем нашей страны. Доброе утро, дамы. Скажите, а вы сегодня голосовали? А можно вас погладить? У вас погладил небольшой телевизионный эксперимент. Вы можете загадать цифру от 1 до 100? Загадать. И что это дает? Загадали? Нет, не загадала. А я сейчас попробую гадать ее. Так, ладно, меня не интересуют ваши эксперименты. Спасибо. Эта цифра была 27. Я знаю. Скажи, а какое твое любимое число? Один. Один? Да. А почему? За самопереджение. Молодец. Будешь всегда первым. Возбор Навальный. Е-е-е, Навального в мэр! А нам все равно, а нам все равно. Пусть боимся мы, молка и сяло. Песня про выборы. Храбрым станет тот, который разом год. Как всегда, по традиции, вот она память. Сегодня проголосовал даже Андрей Рублев. Знаете ли вы, что Леонардо да Винчи потратил 12 лет, рисуя губы Мона Лизы? А еще у нее нет бровей. В эпоху Возрождения во Флоренции была мода сбривать их. Но, несмотря на все это, улыбка Мона Лизы является одной из самых знаменитых загадок картины. Друзья, какой кошмар! Представляете, если бы сейчас эта мода дошла до наших времен, у нас бы не было бровей. Это было бы ужасно. А представляете, у меня сейчас все брови, где брови наклеены? Но зато у нашего визажиста Алины Киселевой было бы меньше работы, как минимум. Приводить их в порядок она бы не тратила все время. Она бы каждое утро такой, с коробочки. Тебе брови, тебе брови. Мы сегодня разговариваем о магии чисел. Дима проводит легкую викторину, на мой взгляд. Мы решили, что в понедельник не стоит вас загружать очень сложными заданиями, потому что у вас еще предстоит впереди новая рабочая неделя. А викторина очень простая. Мы загадываем и пишем число на этой новой помощнице нашей коллеги, доске Бонни. А вы угадывайте, какое число мы написали. И у нас есть звонок. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Доброе утро. Так интеллигенно, так приятно. Как будто бы игра что, где, когда практически. Представьтесь, пожалуйста. Мы в нее сыграем обязательно. Сыграем. Так, как вас зовут? Меня зовут Владимир. Владимир. Владимир, доброе утро. Прекрасное имя, потому что наш город тоже Владимир, поэтому я уверен, вам повезет. Итак, Владимир, внимание, вопрос. Я бы хотел сказать, что вообще-то только человек наивный недооценивает магию цифр. И она на самом деле существует, и это можно проследить на протяжении всей цивилизации. И древние очень трепетно относились к цифрам, уважали их. И даже Бог, который слово сказал, началось все со звука, а звук – это тоже цифра. А у вас есть любимые числа? Ну, конечно, есть любимые числа. Пять, семь, девять. Ну, то есть это семь вообще святерное число во всех религиях было всегда. Я предлагаю вам сыграть наоборот в игру. Вы загадайте любое число, правда, девяки оба. Я его угадаю. Серьезно? Да, вот вы загадали, а до того до девяти. Прибавьте к нему такое же самое число, умножьте его на два и разделите на задуманное. У вас получилось четыре. Мы не умеем так быстро соображать. Нет, а я сделал. А ты сделал, а получилось, а я не умею. Я даже запомнил. А пять плюс пять – десять, умножить на два – двадцать, разделить на пять, получается четыре. Вот видите, я угадал. Вот вам магия цифр. Тогда получается, я не знаю, что уже в любом случае вам присут. Вы нас запутали, вы нас… Владимир, давайте разберемся. У меня здесь написано число. У вас две попытки, чтобы его угадать. Вы наши числа угадали, а теперь давайте наоборот. Ну, значит, девять нам написали. Меня пугает этот человек. Владимир, как вы это делаете? Мы вас поздравляем. Спасибо. Мы вас поздравляем. Или вы в сговоре с Дмитрием Шевелевым. Или этот заброшайся. Нет, это число девять, конечно же, было. Владимир, а есть ли у вас какой-то, может быть, секрет удачного дня вообще? Может быть, есть? Поделитесь с ним. Секрет удачного дня – стакан с водой всегда наполовину целый, а не наполовину пустой. Вот и весь секрет. Вы оптимист. Мне это очень нравится. Конечно. Спасибо вам большое. Удачного дня. Всего доброго. Спасибо за звонок. Вот это я понимаю настроение утром. Мой нечиселый. Философ, мыслитель. Нет слов. Владимир, вы столько бы меня научили. А я хотела бы вам напомнить о том, что с 22 августа по 5 сентября огромное количество творческих коллективов, десятки творческих коллективов, проехались с народной артисткой России Надеждой Георгиевной Бабкиной по Владимирской области. Некоторые из этих коллективов, самые яркие, были у нас в гостях, у наших коллег, у Владимира Климова и Юлии Кораблевой. Коллективы были разные, очень интересные. Мы только единственное жалели, что не смогли настолько насладиться ими полностью и передать вам ту атмосферу, которая царила у нас в студии «Оранжевое утро». Гастрольный график был у этих коллективов очень плотный, потому что практически вся Владимирская область была охвачена. 5 сентября прошел галоконцерт в городе Владимире, но наш коллега Алексей Дудин попал на более основательный мастер-класс от Надежды Бабкиной. Мы сейчас хотим с вами поделиться тем, чему же научился Алексей на этом мастер-классе. Собственно говоря, предлагаем вам, возможно, этому же научиться. Совместный мастер-класс народной артистки и ее коллектива «Русская песня» собрал практически полный зал. Среди внимающих и те, кто профессионально занимается народным творчеством, и любители. Артисты распелись, а затем вплотную принялись работать со зрителями. Это же такой пример, она такие вещи говорит правильные и точные. Понимаете, то есть это надо записывать учебники для студентов. Владимир – конечная точка фестиваля марафона «Песни России». Проводится он с 2007 года. В нашей области уже в третий раз. Цель благая – сохранение культурного наследия и пропаганда отечественной песенной культуры. Коллективы, которые существуют в деревнях, как этнические коллективы, этнографические, они имеют право петь, как им душа позволит. Они для нас, как информационное поле, как лаборатория, для того, чтобы мы сделали, скажем, некий продукт для сцены. Ансамбль «Ритмы гор» тоже участвует в фестивале. Коллективу 20 лет. В его составе 90 человек. На фестиваль приехала самая младшая группа. Правда, не по годам, виртуозная. Чаще всего удивляются, что мы руками играем. Жонглируем, все крутим. Вот с корпуса, с пластика, звуки и разы не сдаем. Галоконцерт фестиваля должен был состояться на Соборной площади. Но в связи с непогодой его перенесли в областную филармонию. Зал на 600 человек не смог вместить всех желающих. Гостей в областной филармонии собралось намного больше, чем мест в зрительном зале. Тем не менее, организаторы концерта решили – теснота лучше, чем простуда. Мы уже восстановили его практически, видеоэкран на улице, чтобы транслировать то, что в зале происходит. Но опять же, парусность, уже одна секция упала практически, его так задержали, поэтому даже закрепить никак невозможно. Несмотря на тесноту, аплодисменты в зале не смолкали. Владимирцы с упоением слушали и лирические композиции, и зажигали вместе с артистами подзадорные русские песни. Песенный марафон, прокатившийся по городам области, еще раз доказал, что народное творчество по-прежнему востребовано, и не нужно на него скупиться. А худрух фестиваля «Надежда Бабкина» пообещала и молодым коллективам, и ансамблем со стажем поддержку в расширении репертуара или профессиональном обучении. Гала-концерт был просто потрясающий. Все мои знакомые, кто на него попал, вышли оттуда под огромным впечатлением. Поэтому, если вам тоже удалось это сделать, мы с Дмитрием искренне за вас рады. Кстати, Надежда Георгиевна... И немножко завидуем. Да, Надежда Георгиевна в первую очередь меня поразила своим профессионализмом. А я попытался изобразить нашу следующую рубрику в картине. Как думаешь, что это? Это год-год-год-год. У меня растут года. Растут года. Да, кстати, наши маленькие юные коллеги сегодня пытались разобраться с новой профессией, а точнее, постигнуть азы того, где этому обучают. И вообще, на что вы можете рассчитывать, если вы решили стать программистом? Доброе утро! С вами я, Катерина Чушикина, и рубрика «У меня растут года». Сегодня мы поговорим о профессии, связанной с точными науками. О профессии программист. Программист – это специалист, занимающийся написанием и корректировкой программ для компьютеров и прочих вычислительных устройств, то есть программированием. Если вы хотите стать программистом, вам прямая дорога во Владимирский государственный университет, на кафедру информационные системы и программная инженерия. Главное – желание. Те студенты, которые занимаются этим, студентам, которые это нравятся, без работы не останутся точными. Учиться придется 4 года на бакалавра или 6 лет на магистра. Все знания студенты применяют на практике. А что тебе больше всего нравится в процессе обучения? То, что все технологии, все, что я узнаю новое, это реально применимо, это не просто так изучается. В университете студенты изучают как программное обеспечение, так и саму компьютерную технику. Полученные знания сразу в работу. Студенты начинают на нашей специальности работать с 3-4 курсов, и заработные платы, не стоит утверждать, сверхвысоких, это порядка 10-15 тысяч. Заработная плата в нашей специальности растет довольно быстро, и в течение 3-4 лет можно рассчитывать на приличные деньги за 70-80 тысяч. Мы оценили эту профессию на 4 звездочки. Научиться можно во Владимирском государственном университете. Обучение займет от 4 до 6 лет. Заработная плата от 10 до 70 тысяч рублей. Стартовый капитал не потребуется. Математика – наиболее совершенный способ платить самого себя за нос. Альберт Эйнштейн. Если вы любите точные науки, при желании вы сможете освоить профессию программист. Удачного дня! Овны. День обещает быть сложным. Хотя вы без труда находите общий язык с окружающими. Да и к вечеру звезды все же обещают отличное настроение. Тельцы. День в целом складывается хорошо. Вы находите способ побаловать себя и тех, кого любите. К тому же отлично проходят вечеринки. Обязательно повеселитесь вечером. Близнецы. Для вас сегодня неоднозначный день. С одной стороны, он обещает успехи в работе, прогресс в важных делах. С другой, приносит некоторые сомнения. Раки. Важно не сопротивляться естественному ходу вещей. Не пытаться во что бы то ни стало реализовать свои планы в их первоначальном виде. Ведь обстоятельства явно требуют их коррекции и переосмысления. Львы. День благоприятен для новых знакомств и встреч с людьми, которых вы пока плохо знаете. А также для творческих экспериментов в самых разных сферах. Девы. Может быть непросто довести до конца дела, начатые ранее, а вот некоторые начинания окажутся успешными. Но будьте бдительны. Не стоит договариваться о длительном сотрудничестве с кем бы то ни было. Весы. Сегодня планы, которые вы строите на этот день, обязательно будут осуществлены. Даже невзирая на то, что вы слишком часто выдаёте желаемое за действительное. Скорпионы. Даже если обстоятельства сложатся не самым благоприятным образом, вы добьётесь своего. Упорство и жизненной энергии вам не занимать. И нет таких проблем, решения которых вы бы не нашли. Стрельцы. Именно вторая половина дня сложится значительно удачнее. Потратьте это лёгкое и приятное время для того, чтобы провести его с близкими людьми и посвятить делам, которые вам интересны. Козероги. Сегодня наберитесь терпения. День не подходит для решения сложных задач. Вам трудно увидеть ситуацию в целом и найти оптимальный способ преодоления всех трудностей. Водолеи. Не отказывайтесь от посещения светских мероприятий сегодня. Ведь они не только поднимут вам настроение, но и помогут получить информацию, в которой вы нуждаетесь. А ещё сегодня вероятность – значительные денежные поступления. Рыбы. Этот день откроет новые возможности для профессионального роста. Представители знака смогут упрочить свои профессиональные позиции и завязать новые знакомства. 9 сентября 1956 года Элвис Пресли впервые появился на американском национальном телевидении. Впоследствии этот американский певец и актёр станет одним из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки 20 века. В этот день в 1989 году на отечественном центральном канале впервые вышла в эфир телепередача «Счастливый случай. Семейная викторина», бессменным ведущим которой являлся Михаил Марфин. В каждой игре принимали участие две семейные команды, состоящие из четырёх человек. Обычная игра состояла из пяти геймов, а победителем становилась команда, набравшая большее количество очков. 9 сентября 1913 года русский военный лётчик Пётр Нестеров впервые выполнил фигуру высшего пилотажа «Мёртвая петля». Сама же идея «Мёртвой петли» зародилась у Нестерева ещё когда он был учеником гатчинского авиационного отряда. 43 года назад в этот день был начат выпуск автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули». Более известный всем как «Копейка». Это легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. В итоге ВАЗ-2101 оказался маленьким шедевром. Ни до, ни после «Копейки» таких долговечных автомобилей наши сборщики создать не смогли. За выпуск данной модели в мае 1972 года Волжскому автомобильному заводу была вручена международная премия «Золотой Меркурий» – своеобразный «Оскар» европейской торговли. День ангела сегодня празднует Михаил, Владимир, Анфиса. Всем доброго утра! О погоде расскажу вам я, Виктория Фатхудинова. Владимирский хлебокомбинат поздравляет всех первоклассников с началом новой учебной жизни и приглашает с 1 по 10 сентября за подарками в сеть своих фирменных магазинов, а также принять участие в творческом конкурсе «Колобок». Сегодня дожди успокоятся. День обещает быть малооблачным, без осадков. Ветер северный – 4 метра в секунду. Днем температура воздуха прогреется до 16 градусов, а вот ночью прохладнее – 11 градусов со знаком «плюс». Атмосферное давление составит 749 миллиметров, тутного столба. Влажность воздуха днем – 58%. Пусть на улице не совсем благоприятная погода, но ведь тепло, уют и хорошее настроение мы создаем сами, на своем рабочем месте или же дома, так что все зависит только от каждого из нас. Поэтому желаю вам больше улыбаться, и тогда день заиграет яркими красками, ну а утро станет, как всегда, оранжевым. Доброе утро, любимый город. На часах уже 7.35. Мы рады приветствовать вас и пожелать вам самого отличного понедельничного утра. Дорогие телезрители, звоните нам 366666. Мы рады вашим звонкам. А я хотела бы сказать о том, что именно вчера, 8 сентября, состоялся единый день голосования. Кстати, голосование прошло и во Владимирской области. Мы выбирали губернатора области и депутатов законодательного собрания. Наши коллеги из «Новостей 24» провели бессонную ночь, чтобы рассказать вам о итогах выбора и самой актуальной информации на данный момент. Поэтому предлагаю вам сейчас именно об этом и узнать. Единый день голосования. 80 регионов страны, больше 7 тысяч выборов различного уровня. И впервые за 10 лет в 8 регионах России проходят всенародные выборы главы, в том числе и во Владимирской области. Воскресенье, 8 часов утра. По официальным данным, все избирательные участки Владимира открылись вовремя и без нарушений. Дом офицеров, члены избиркома и наблюдатели на рабочих местах. Списки избирателей заверены и опечатаны. Сейф с бюллетенями под охраной. Урны, согласно инструкции, опечатывают. Все ящики пусты. Эти ящички нужны для того, чтобы голосовать вне помещения для тех, кто болит или находится на инвалидности. Все убедили, что ящички пусты. Мы тогда их уберем одноразовыми влогами. Все было подготовлено. Мы наблюдали, как все было прозрачно, все честно. Кто-то спешил выполнить гражданский долг, кто-то торопился отправиться на дачу. На участке в Доме офицеров по спискам больше тысячи избирателей. Представители участкового избиркома рассчитывают, что явка на выборах губернатора и депутатов областного парламента 6-го созыва будет высокой. Но надежды эти не оправдываются. Выборы губернатора – это очень значимое событие для нашей области. Наконец-то новая волна, новые веяния. И я думаю, что люди в этом плане будут очень активны. Я уверена, что больше 50% к нам придут на участие. Дворец творчества юных, 9 утра. Глава администрации Владимира Андрей Шохин голосует. За кого он отдал свой голос, конечно, осталось тайной. Лишних не брешь, только свои. Каждым годом жизнь в городе должна улучшаться. И вот эти каждые выборы, они должны быть направлены на это. И каждый, кто идет на выборы, должен не только обещать, но и исполнять. Часом позже, в 10 утра, отдать свой голос на избирательный участок пришла и в Рио губернатора Светлана Орлова в сопровождении главного полицейского города. А вот спикер ЗС Владимир Киселев голосовал недалеко от дома, в 46-й школе. Я думаю, что губернатором нашей области станет Светлана Юрьевна Орлова. На нашем округе, наверное, победу держу я, а из партии Единая Россия. Конечно, да. Вот только без скандалов и разбирательств все равно не обошлось. Уже в ходе голосования выяснилось, что в бюллетене вкралась ошибка. То ли по злому умыслу, то ли из-за невнимательности эмблема партии «Гражданская позиция» была отзеркалена, из-за чего партийный логотип стал почти в точности похож на эмблему партии с очень похожим названием «Гражданская платформа». При учете, что у лидеров списка этих партий одинаковая фамилия, это могло повлиять на результаты выборов. Шибким избирком мы уже сталкивались по ходу всей своей избирательной кампании. При всем уважении, да, мы давайте определим роль этой областной избирательной комиссии в данных выборах. Если они, в принципе, за это отвечают, тогда пускай отвечают перед судом и перед гражданами, и перед теми партиями, которые в этом плане участвуют. Скандал подхватили многие федеральные СМИ, а наша область вновь стала примером грубых нарушений выборного законодательства. ЦИК оперативно отреагировал на жалобу, и теперь обл. избиркому предстоит недельный срок выявить виновных в ошибке. Нам поручено в срок до 17 сентября провести служебное расследование по данному факту, выяснить, как и при каких обстоятельствах подобное могло произойти. В любом случае, я не снимаю с себя ответственности, как председатель областной избирательной комиссии. Обязательно выясним, как это произошло, и постараемся сделать все возможное для того, чтобы подобного больше не повторилось. Лидер гражданской платформы Михаил Прохоров уже заявил, что партия намерена через суд добиться отмены итогов выборов в ЗС по партийным спискам и проведения перевыборов на территории Владимирской области. В случае подобного развития событий, Вадиму Минаеву, вероятно, придется покинуть свой пост. Но, тем не менее, выборы 8 сентября признаны действительными. По официальным данным, лидерство на пост губернатора Владимирской области за Светланой Орловой. Ее результат 75,05%. Ближайший преследователь – коммунист Анатолий Бобров – 10,5%. Третье место за либерал-демократом Владимиром Сипягином – 3,87%. Идущий четвертым директор юридического института ВЛГУ Вячеслав Картухин набрал 2,38%. Аркадий Колесников, выдвинутый региональным отделением партии «Правое дело», набрал 1,92%. За Бориса Анчугина проголосовало 1,77% избирателей. Замыкает список Игорь Шубников с 1,58% голосов. Что касается выборов в законодательное собрание Владимирской области, то здесь без неожиданностей. Первенство за партией «Единая Россия». Ее результат – 44,88%. Второй стала партия КПРФ, которая набрала 13,66%. В законодательном собрании будут представлены и две парламентские на сегодняшний день партии – ЛДПР и «Справедливая Россия». В одномандатном округе номер 16 города Владимира в лидерах – Анна Кочеляева, которая набрала 51% голосов. В 17-м округе наибольшее количество голосов за действующим председателем Заксобрания Владимиром Киселевым. Его результат – 63,64%. 18-й округ в законодательном органе должен представлять по мнению избирателей Алексей Русаковский, который набрал 36,84% голосов. В 19-м округе по предварительным итогам лидер – Игорь Першин. Его результат – 53,87% голосов от общего числа проголосовавших. Доброе утро, любимый город! Сегодня мы в «Оранжевом утре» размышляем о магии цифр и чисел. О таинственном мире чисел. И, конечно же, говоря о таинственном мире чисел, невозможно не вспомнить науку, или же не науку, а скорее учение, нумерологию. И об этом более подробно мы сегодня решили поговорить с нашим гостем. Хотим вам представить Валентина Кровякова. Ее как раз-таки хобби является нумерология. Так? Да, так она. Валентина, немножко расскажите о том, как вообще вы пришли к этому, и что же это такое? Это же не наука, по большому счету? То есть она официально является наукой, не является наукой? Это знание какое-то в первую очередь, наверное? Нет, конечно, это не является научной какими-то практикой. Это учение о числах, но не как о математических составляющих числа. А вот именно о магических, на восточных практиках нумерология. Это основа, например, кабалы, ведической астрологии, того же фэн-шуя, основателем западной нумерологической школы был Пифагор всем известный. Всем известный, да, как раз. Пифагоровые штаны во все стороны равны. Вот он задумался, наверное, о том, что число может быть имеет какое-то значение. Он вообще считал, что в нашей жизни всё просчитано, согласись, на самом деле оно так и есть. От атома до молекулы, до даже молекулы ДНК. Это всё математические расчёты. А вы как увлеклись таким интересом? Да случайно, где-то, наверное, лет даже 20 назад попалась на глаза статья. Тогда ещё не было литературы достаточно по этому поводу. Потом стал собирать литературу, ходить и читать. Я, да, любитель, я нигде не получал никаких университетов, я не заканчиваю. Относительно этого, да? Но всё-таки это в первую очередь с чем связано, в чём заключается как раз-таки ваше хобби? Вы складываете цифры из дат рождения? Ну да, но не случайно человек появился именно в этот момент, в этот день, месяц и год, в этот час, в этот день. Там понедельник, вторник, да, кто-то в понедельник. И если сложить числа дня рождения, месяца и года, то получается кодовое число, можно так сказать, код вашей личности. Но не все к этому относятся как бы позитивно, православная церковь не осуждает это. Но я думаю, что если заниматься этим не в коммерческих целях, а просто как духовной практикой заниматься, в качестве дополнения, как бы познать себя, узнать своё место в жизни, в принципе, всё это нумерология может подсказать. Недаром сейчас на Востоке очень популярно, это обращаются родители и школьники, нумерология как бы помогает им выбрать путь в жизни. Куда поступить, какую профессию выбрать. Нумерология это тоже даёт ответ на ответ. А вообще вот ваш личный опыт, скажем так, о чём говорит? О том, что это действительно фактически является правдой, да, и судьба человека зависит от этого? Или всё-таки бывают какие-то расхождения? Ну, человек сам хозяин своей судьбы. На момент рождения даётся как бы матрица, набор качеств, с которыми он приходит в этот мир. И если, например, человек знает, обладает какими-то знаниями, он предупреждён. Вот этого у меня не хватает, на этим нужно поработать. Например, я замкнутый, малообщительный человек, значит, мне нужна практика общения, больше общения. Если я слишком, лидерские качества превалируют, то, может быть, чуть-чуть отступить и дать кому-то проявить себя. Да, проявить себя. Есть негативные, есть позитивные качества, которые можно усилить. А я так понимаю, что смысл в том, что в каждом числе заложен какой-то определённый вот как раз код. Да, как каждый код. Вы знаете, существуют они, нумерологии от 1 до 9. Можно аналогию провести как с звуками музыкального ряда. Это нот от 1 до 7, 7 нот. Из них возникают созвучия от шансона до симфонии. Также из 9 цифр комбинации различные даётся, а каждая цифра имеет своё кодовое значение. Например, единица даёт человеку лидерские качества, двойка – это коммуникабельность, тройка – ну, это вообще избранники судьбы. Я могу привести пример. Например, я просчитывала некоторых людей, известных из нашего города. Уважаемая мной Алиса Ивановна Аксёнова, она родилась 13.03, и у неё очень-очень много единиц и троек. Это говорит о том, что человек сильной воли, сильного характера, и я думаю, что благодаря её именно этим таким качествам она подняла музейный день, деланное на необыкновенную высоту. Да, бесспорно. Она является, да, для города Владимира даже, я бы сказала, символом уже определённым. Она императрица Владимировна 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 Владимировна. Мы тоже цифры предрекли ту профессию, которой он занимается. А после чего мы обязательно вернёмся и продолжим нашу беседу о науке, нумерологии и о цифрах. Джулия Новорс – эксклюзивная мебель для кухни, гостиной и ванной комнаты. Джулия Новорс создаёт оригинальное жизненное пространство кухни для успешных, целеустремлённых людей. Джулия Новорс – стремление человека к самовыражению и высокому качеству жизни. Джулия Новорс – индивидуальный подход к каждому клиенту. Доброе утро! Сегодня мы с вами вновь в мебельном центре «Магия» эксклюзивном партнёре торговой марки Джулия Новорс в Владимире и Владимирской области. И сегодня у нас будет с вами итальянский завтрак. Сегодня мы с вами делаем пиццу. Пиццу почти традиционную. Мы добавим немножко акцента из Франции. Что нам понадобится для этого? Нам понадобится... Мы взяли уже готовое тесто в магазине, купили, чтобы не тратить особо времени на раскатку теста вручную дома, потому что времени с утра всегда мало. Итак, для приготовления маргариты нам понадобится с вами базилик, томаты. Сейчас мы с вами их надрежем. Ножи используйте всегда острые, чтобы кусочки получались тоненькие. Берегите пальцы. Кстати, эта пицца понравилась жене итальянского короля не просто так, потому что она имеет цвета как раз-таки итальянского флага, то есть красные томаты, зелёный базилик и белая моцарелла. Так, помажем на нашу пиццу немного нашего соуса. Если брать традиционную маргариту, то там не используются нарезанные томаты и не используется наше секретное сегодняшнее оружие. Мы его одолжили у французов. Это прованские травы. Прованские травы содержат в себе множество разных душистых трав, которые выращены в Провансе. Это район Франции. Что в него входит? В основном это базилик, сушёный, розмарин, тимьян, перечная мята и так далее. То есть они не содержат перцев, не содержат соли. То есть очень хорошо проявляют аппетит. Так, нарезаем тоненько нашу моцареллу. Моцарелла – это традиционный сыр, который используется в пиццах Италии, но также используют и другие виды сыров. Всяческие твёрдые, мягкие, различные. Так, выкладываем наш сыр на пиццу. В хаотичном порядке. Выкладываем сверху помидорки. И осталось только перец. И немного соли. Теперь нам понадобится противень, в который мы выложим пиццу. Итак, отправляем нашу пиццу на противень. Последний штрих. Мы добавим немножко листьев базилика зелёных. Вот так вот рвём их, не боимся. Их не нужно резать, прям целиком их кладём. Они добавят аромат нашей пиццы. Традиционно пицца течётся в Италии в огромных печах с феррами, где огонь скапливается именно в центр. И там на это уходит очень мало времени, порядка двух минут. Мы же будем с вами печь нашу пиццу 10-15 минут, в зависимости от того, кто как улюбит степень поджаренности стыра. Так, отправляем его в духовку. Кстати, нашу духовку мы выставили на 180 градусов. Итак, наша пицца готова. Пойдём её доставать. Итак, наша пицца получилась отлично. В студии у нас тут стоит безумный аромат. Оператор уже готов бежать сюда и всё есть. Так что, я думаю, это будет прекрасный завтрак для вас и ваших близких. Приятного вам аппетита и хорошего дня. Для приготовления пиццы Маргариты вам понадобится Готовая основа для пиццы – 1 помидор, 1 головка сыра моцарелла, 3 столовые ложки томатного соуса или рубленных томатов, щепотка смеси прованские травы и соль и перец по вкусу. Приятного аппетита! Уважаемый телезритель, а на нашем замечательном столе вы можете видеть вкуснейшую продукцию Владимирского хлебокомбината. Владимирский хлебокомбинат – это более 130 наименований вкуснейшей хлебобулочной продукции. Это и баранки, сушки, круассаны. И вообще, Владимирский хлебокомбинат – это один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции в Центральном регионе. Поэтому это не только вкусно, но и поддержка нашего Владимирского производителя. Производитель, как минимум, это отличное начало дня. А мы сегодня говорим о магии чисел, о магии цифр. И у нас в гостях Валентина Кровякова, с которой, признаюсь вам по секрету, мы сейчас, пока шел сюжет про завтра, поболтали и попросили ее, что уж тут, воспользовавшись служебным положением, рассчитать наши даты рождения и вообще сказать, как практически происходит вот этот расчет и что мы из себя представляем по тем числам, о которых мы вам сказали. Рассказывайте все. Не все. Но самое приятное. Но складывается очень легко. Нужно сложить число дня рождения, месяц, год. Получится, например, в вашем случае, может, получается 30. И вы еще сокращаете тройка. Потом еще некоторые делаются манипуляции. То есть первое удвоенное, первое число, то есть единицу удваиваем и вычитаем из 30. 28. И кодовое число, можно так сказать, у вас тройка. Вы творческий человек. Я могу вас поздравить, такое число у той же Алисы Ивановны Абисионовой. Так, 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 уже неплохо. Вы генератор идей. У вас есть потенциал творческий. Вы можете руководить даже компанией. Тоже неплохо. Так, перспектива уже вырисовывается. Ребята, команда, берегитесь. Да, и как бы внутреннее ваше «я» вы единица. Вы действительно, может быть, даже скрытый лидер. Не всеми признанный. Может быть, пока. Пока. Да, вот в этом году у вас очень интересный год. Можно вам рисковать, рискнуть. А в следующем году, я думаю, что вот если вы не замужем, то вы можете выйти замуж. Так, так, так. Тоже неплохо. Неплохо. Так, а что касается Дмитрия Шевелева? А Дмитрий Шевелев, он просто открытый лидер. По нему самому видно. Он единица. Если сложить его 5, 0, 2 и 92, то получается 28. 2 плюс 8 – это единица. Вы лидер. То есть пока вы планируете, другие за вас делают. Неплохо почему бы. Спасибо, Ингера. Да, вы построите карьеру. Я думаю, что уже... Но продолжите учебу. Вы еще достаточно молодой человек. Вам нужно получить очень хорошее образование, чтобы построить свою карьеру. Спасибо. Вот, Валентин. Не поверите, я Дмитрию говорю то же самое каждый день, когда его встречаю. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Очень жалко, что мало времени. Мне кажется, многие телезрители хотели бы задать какие-то вопросы. Каждый человек может заняться этой практикой самостоятельно. Большое спасибо. Правда, очень интересно. К сожалению, очень мало времени у нас, поэтому не успеем пообщаться. Да, и мы напоминаем, что у нас в гостях была Валентина Кровякова. Человек, чьим хобби является нумерология. А то, чьим хобби, я уже запуталась. Это, видимо, от того прилива эмоций позитивных, которые сейчас подарила Валентина. Наши юные коллеги из рубрики «У меня растут года» сегодня разбирались с профессией программиста. А точнее, с тем, на что вы можете рассчитывать, если выбрали ее своим жизненным путем. Доброе утро! С вами я, Катерина Чушикина, и рубрика «У меня растут года». Сегодня мы поговорим о профессии, связанной с точными науками. О профессии программист. Программист – это специалист, занимающийся написанием и корректировкой программ для компьютеров и прочих вычислительных устройств, то есть программированием. Если вы хотите стать программистом, вам прямая дорога во Владимирский государственный университет на кафедру информационные системы и программная инженерия. Главное – желание. Те студенты, которые занимаются этим, студентам, которые это нравятся, без работы не останутся точными. Учиться придется 4 года на бакалавра или 6 лет на магистра. Все знания студенты применяют на практике. А что тебе больше всего нравится в процессе обучения? То, что все технологии, все, что я узнаю новое, это реально применимо, это не просто так изучается. В университете студенты изучают как программное обеспечение, так и саму компьютерную технику. Полученные знания сразу в работу. Студенты начинают на нашей специальности работать с 3-4 курсов. И заработные платы, не стоит ждать сверхвысоких, это порядка 10-15 тысяч. Заработная плата в нашей специальности растет довольно быстро. И в течение 3-4 лет можно рассчитывать на приличные деньги за 70-80 тысяч. Мы оценили эту профессию на 4 звездочки. Научиться можно во Владимирском государственном университете. Обучение займет от 4 до 6 лет. Заработная плата от 10 до 70 тысяч рублей. Стартовый капитал не потребуется. Математика – наиболее совершенный способ платить самого себя за нос. Альберт Эйнштейн. Если вы любите точные науки, при желании вы сможете освоить профессию программист. Удачного дня! Дорогие друзья, катастрофически мало времени. Катастрофически мы столько хотели еще вам сегодня рассказать, но, к сожалению, не успели. В любом случае, мы сегодня разговаривали о нумерологии и о магии чисел и цифр. А это «Оранжевое утро». Это «Приятное оранжевое утро». Сегодня с вами провели Мария Рыбакова. И Дмитрий Шевелев. Все наши дорогие победители. С вами свяжется администратор и расскажет, как забрать призы, которые вы выиграли благодаря своей интуиции. Ну и, конечно, магии чисел. Мы же желаем вам самого отличного настроения в этот прекрасный осенний день. Увидимся завтра на 6 канале в 6.30. Пока! Пока!